А ты с кем живёшь ты? Одна. Это у меня на одну комнату. А как же так? Сколько комнат, а одна? Одна. А почему никого нету? Никого со мной нету. И ты все годы живёшь одна? Да, ну не все годы живу. А нельзя было кого-то опустить, чтобы квартиру-то оправдывали? Не, не надо мне никого. А сколько ты в месяц платишь за неё? Ну, летом где-то полторы тысячи, зимой четыре тысячи. За месяц? Да. А это кто? А это внук. Правнук. Давай сюда вот, садись рядом, с левой стороны. Да, это правнук у меня. Рассказывай, что ты надумала-то болеть? Да не знаю. У тебя это болезнь или вестник смерти? Как ты думаешь? Наверное. Наверное. Ну вот пока ты болела, ты стала лучше или хуже? Я больше стала молиться. Я стала читать Новый Завет. Начала я читать с Деяния апостолов. Ну, теперь уже я читаю послание Павла Кремлина. Глазоньки мои плохо смотрят. Но я все равно стараюсь это читать. Познавать слова Богу. А интернета у тебя нету? Нет у меня интернет. А почему? Вы знаете, я плохо не дружу с кнопочками. У меня что-то в голове не то получилось. Телевизор смотрела, все время спас. С февраля месяца, как я его отключила, ну, заболела. И я его не включала. А потом, думаю, на воскресенье надо литургию эту самую послушать. И я не могла его включить. Сын приехал, мне показал, все, уехал. Уехала, я включаю телевизор, у меня ничего не было. У меня что-то с головой, я не могу понять. И сколько он стоит, этот телевизор? Не знаю, это сын у меня, себе купили новый, а мне такой вырешили. У тебя книги-то какая большая библиотека. У меня хорошая библиотека. Там книга есть с открытым оком. Да, с открытым оком у меня. Ты открой, пофотографируй все книги. И кому это все достанется-то? Переживаю. Вот так. У тебя библия есть, и все есть. Все есть у меня. Тебе и помирать не надо. Не надо мне. А Господь же Бог меня хранит уже 81 год. Кому? 81? Да. Ты на год моложе меня? Да. Так что это все... Подруга моя. Все так это. А там целует это сын? А? Он там сын целует? Нет, это внук мой. Это вот этого Алексея, ой Алексея, Юрочку он целует. Придумали еще. Да. Ой, слава тебе, Господи, за все. Что тебя больше всего сейчас волнует? Уйти в жизнь с Богом, чтобы Господь, Бог, принял меня к себе. А что для этого нужно тебе? Не хватает? И грехи. Грехи. А на сколько встаешь? Я встаю половина седьмого. Я ночью не сплю, и вы знаете, тихо на меч. У меня проблемы с мочевым, и я каждый раз, каждый час... А ты вот если бы вставала раньше, у тебя бы все вставало? Я пять часов вставала. Мы встаем в 4.40, ты знаешь. Я знаю. А я пять часов вставала. А потом, в связи вот с этой болезнью, у меня все немножко... Нет, это вы сместили. Вы столько же спите, и там разжились раньше, ложитесь, вставайте. Ну да, вообще-то так я как бы посчитала, я сплю семь-восемь часов. А во сколько ложись это? Ложусь я поздно, в одиннадцать, в двенадцать. Ложись в девять, и все вставало на место. Ложусь. Ложусь, у тебя за неделю вернешься ты назад. То есть всегда будешь со всеми вместе как бы в молитве. И вот у нас люди появились, которые удивительно, живут на севере, интернет вообще нету. А они как-то на нас вышли. Так она, это, Ольга Матина, принимала крещение. Она, когда занятия идут, или утренние молитвы, она включает свой... Где-то, а ей телефон звонит, и она там у телефона сидит и слушает. И молиться можно. Слава Богу. Да еще люди это умудряются. Ну, Игорь Натитинович, у меня как бы много богдоху на литературу. Я молюсь, и семикратно в день, ну не семь раз я молюсь, а раза три молюсь. Славлю я Господа, читаю Евангелие, читаю толкование. А почему не семь раз? Ты же не на работе. Не на работе. Положи, через два часа молиться. Вот у нас по интернету через два часа идут молитвы. Я знаю, что в шесть молитесь, в восемь молитесь, в десять, в двенадцать, в два часа молитесь. Днем, а ложись в девять, и у тебя все идет. Тут три часа, и там четыре уже. Семь часов тебе достаточно. Ну, у меня получается два-три раза. Ты сказал, ты подумай над этим. Да, да, спасибо, Христос. Понятно, о чем речь идет. Сын-то часто бывает? Раз в неделю не бывает у меня, в воскресенье. Так, я кое-что буду задавать вопросы тебе. Если трудно, не отвечай. Хорошо. Эта квартира заработана кем? Тобой или сыном? Мной. Мной. Как ты думаешь, после смерти твоей, куда это пойдет? Она уже приватизированная, на сына и на внука приватизированная. Когда была приватизация, я ее приватизировала. Как приватизировали, когда твоя квартира? Они не могли ее приватизировать? Ты могла приватизировать? Они были прописаны здесь, раз началась приватизация. А они сейчас отдельная квартира есть? У них отдельная квартира есть. Дело в том, что есть верующие, которые нуждаются. Я-то не нуждаюсь. И как-то это дело сделать, чтобы им помочь. Они никак не могут получить недостатки, ничего. Люди нашего, ну, все соглашаются. Хорошее. И вот, я сколько знаю, вот умерли двое верующих в Чернявске. Умерли, еще нигде нет. То, что сын где-то, это все только временное. А это постоянно ты на небо отправишь квартиру. На небо. Ты сама подумай об этом. Я тебя с этими людьми познакомлю. Молодые люди, ребятишек несколько. Представь себе, работают и за квартиру в месяц платят 11 тысяч. Так это еще дешево, говорит. Я-то на это подбиваю. У меня-то ничего нет. У меня завещание составлено на все, что у меня есть. По Теряевке здесь и до копейки. До одной книги. У меня тоже, у меня сын и дочь, как сын и это внук здесь приватизированы, дочери. Ну, он не нуждается в этом. Я говорил с Чернявсками. Дочериц сделал завещание на Наталью, вторую половину. Так что она уже... Я с ними разговаривал тоже. Сын. А бывает там кто-то пьет. Все, однако, своим. А дать детям, это весь мир это делает. А когда ты дашь духовным детям, и знаешь, что здесь будут собираться молиться, благодарить Бога, это совершенно другое. Например, я родственникам еще не подписываю никогда. Они имеют все. А люди, которые не имеют... Вот у нас... Ты была же Волкова, знала? Да, знала. Да. Они ушли. Я сказал, где мы жили около церкви, там молились. Никитина, 137. Я ему. А он потом сделался таким врагом, давай везде. И когда пришлось за квартиру там строиться и платить, это меня не касается. Это он. А мое слово остается верным. И когда получили, я Надежде говорю, ты что там тратила там на разных, которые помогали тебе? Отдай, а остальное туда им отнести. И все. Раз квартиры-то нет, она горелая. А там люди купили и большую стройку развернули. Так что ты подумай вот обо всем этом. И Бог, может быть, поможет тебе. Сыну сейчас хоть ты вертолет, самолет купи, ему все равно. Потому что он живет в своей квартире, им это не надо. Я вот сколько здесь знаю люди. Только одну знаю квартиру, которая ухаживала за ней. Алектина наша, Алектина Петеримова. И она баптистка, бабка-то. И она дала квартиру, подписала на них. А она православная. Ну и там кто-то живет, не знаю, что-то. Там, говорит, потолок обвалил сейчас, пока никто не живет, отремонтировать не может. Это шкура, точнее? Это барашки. А? Барашки. Барашки? Да. Это мне на день рождения сын принес. Ты уверена, что это барашка? Да, барашка. Ну, я подумал, не барашки. А на кого? Барсух. Расцветка похожая. Не знаю. Бывает медвежья шкура. Ну, это так я между делом. Ага. Здесь видишь, у тебя диван-то какой. Тут надо людей, чтобы люди собирались, чтобы диван-то зря не... Ну, было время, ко мне приходили, братья, сестры занимались. Это ты каком? На третьем этаже живешь? На втором. На втором. У тебя удобно. Не первый, а второй. Угу. С соседями-то какие отношения? Да нормальные. Ну, таких дружеских отношений нету, чтобы вот как, как братцы, сестры, как вот мы раньше жили. Ну, вот с соседкой мы в хороших отношениях. А ты когда звонят тебе, ты открываешь его? Открываю. За одинокими бабками, старухами. Открываю. Открыто. Приходят, душат их, как котят. И потом все переделывают, умеют делать, там им помогают, кто занимается. Ну, как-то, Игнат Юрьевич, мы привыкли, вот, ну, всю жизнь жили. Открытая душа. К нам приходили. Мы открываем. Сейчас, конечно, не знаю, что время другое совершенно. Ну, машинально. Но я всегда подхожу к двери, я всегда делаю крестные знамения. Вот мне незнакомый, но близко моему знакомый один. И так же. Они услышали, что она имеет деньги. Там, которые, друзья-то. Мы договорились, чтобы он помог им открыть. Она ему открывает. Живут соседи, рядом то другое. Он с ними не думал участвовать в этом. Ну, и в самом деле она имела деньги. Она с судьей, кажется, работала. И они, он ей позвонил. Да я, тетя Поля пришел. Она распахнула, они ее сразу как ударили. И сразу же задушили. И все собрали. Но получилось, что узнали. И когда стали судить, он, как провокатор, пошел по этой же статье. И это сейчас пишут врачи-киллеры. Узнают, там где-то платят деньги. Им показывают, кто больные, одинокие. Они к ним мастятся, приходят. И уколщик один на том свете. Это в Санкт-Петербурге писали. Там, бывает, до 50 квартир уже отняли. 50 человек на тот свет отправили. Поэтому не надо открывать. У меня сосед пошел. Прям сосед рядом. Мы живем, ну, частный район. Он пошел за хлебом с этой стороны, как дальше нас идти. Приходит, на мою бабку зарезали уже. Его Митрофан звать. Он еще сколько-то лет жил. Рядом наш сосед. Ну, я не знаю. Ну, нашли наркомана какого-то там. 700, что ли, рублей было. Безобразия везде хватает. Но надо быть осторожным. Евангелие от Матфея, 10 глава, 17 стих. Христос говорит, остерегайтесь людей. Остерегайтесь людей. Поэтому кому не надо, не открывай. Я вот видел, выступает один майор милиции и говорит, зачем же вы открываете? Я, говорит, милиционер. Я с оружием. Я сделал две цепочки. И смотрю, кто стоит, и не открываю. Кто скажет такое, а зачем тебе это нужно? Не надо. Он, ты видишь, а другой около стенки стоят. Мне звонят однажды, ну, около 12 дня. Солнечный день. А мы на втором этаже. Никитина, 137. Ну, звонят, я говорю, что хотели? Да вот ваша бабушка тут пирожки пекла. Я говорю, ее дома нет. Ну, что вы не открываете? Боитесь? Боюсь. Да я одна подошла. Я поднялся, где лестница поворачивает. А то посмотрел, там два амбала стоят рядом с ней. То есть они, она скрыла. Еще бы я открыл, еще бы я делал с ними. Зачем? А жена откроет, она откроет. Почему? Баба. Баба, они пустоголовые. И только убили. Она говорит, убили, еще похоронить не похоронили, а ты теперь лежишь, рот разденула, даже не заперла. Я зашел, лежит, спит. Ее даже убивать не надо. И при том ничего не могу сделать. Я говорю, когда, Володя, нет, ко мне не заходи. Я не слышу, я занимаюсь делом. Там пишу, отвечаю. Только уходит, она начинает звонить. Я не отвечаю. В окно стучит. Ну что там у нее есть? Я не открываю, все равно. Покрутилась, пошла на место. Успокоилась. Полная печка заряжена. Вот она топит, допустим, каждый день, а мы в неделю один раз. А живем в одном доме. Мы один раз топим, а она топит семь раз. Разница есть? И за уголь-то мы платим, за дрова. Ну, только маленько поэконом, бесполезно говорить. Сразу в обиду смертельную. Вы о смерти совсем не думаете. Разве можно так жить? Я о тебе забочусь. Зарядил печку, в одной комнате живем. Я приду с занятий в университете, и тогда затопим. Поняла? Поняла. Ну, нормальный человек-то. Я ушел у дверей, а я льнулся в ограде-то, а уже дым идет. Не послушай они. Я зарядил, чтобы когда приду с университета, чтобы сразу зажечь. Ничего подобного. Разные причины. Я знаю, она не одна. Это беснование. Так говорят, чертова ходилица. Она всегда будет так. И ничего нельзя сделать. А люди, которые не знают, а вот вы говорили, делали. Ты сначала посмотри по делу. Я ее никак не могу настроить на то, что делаю я как. Положительное качество, то, что мне ни разу за 56 лет не пришлось ее будить. Она вовремя встанет, вовремя все сделает, помолится. Это да. А другие, героические, они не могут бабу поднять никак. Мы встаем рано. Чаек попьете? Игнать тебе в чай. Да. Чаек попьете? Нет, конечно. А что тут так? Не хочу. Не убивать-то не будешь за это? А? Убивать не будешь за это, папаша? Да нет, не буду. Как это, в собачьем сердце. Она говорит, папаша, бить будете? Ты халера такая. Шариков там. У меня супчик есть. Ничего не надо нам. У нас все есть. Я приехал посмотреть на тебя. Мне говорят, она говорит, Александр, ты похудела? Похудела? Похудела. Вот тебе еще не хватало. Ты видишь, какая стала? Я в больницу пошла 63 килограмма. А из больницы пришла я 55 килограмм. 55? А какой рост твой? Метр пятьдесят. Два, или три, или не знаю. Шестьдесят три. Пятьдесят. Пятьдесят пятьдесят. Метр пятьдесят три? Да. А, метр пятьдесят три. А вес сколько? Пятьдесят пять? Сейчас у тебя это, считай, что в норму вошло. Хотя еще можешь килограмма три скинуть. Ну, я сейчас не поправляюсь. Как бы это, дети взвешивали меня, они расстроились, что у меня... Да. Что у меня сойдет. Ну, что же вы не хотите? Сколько столиков у тебя? Всего где? И как ты одна-то? Что ты делаешь с этими столиками-то? Ну, была же семья Игнатий Кихович. Были дети, был муж, это самое... А муж-то куда делся? Ушел из жизни. А? А почему? Ну, семьдесят четыре года было ему. Сколько? Семьдесят четыре года. А что ему не пожилось-то? Ну, заболел. Время пришло. Нет, как время? Курил? Все было, и курил, и выпивал, все делал. Нет, один пришел, доктор осмотрел, говорит, ну, сколько мне жить? Он говорит, дедушка, сколько твой жил? Ну, он сказал, дед жил девяносто два года. У-у-у, у меня много, нет, подожди, говорит. Теперь скажи, сколько отец жил? Он говорит, семьдесят восемь. А счеток отошлось? Ну, такой, куришь, куришь, он сразу ему отсчитывает. Еще тринадцать лет сразу табак отнимает. Так, еще сколько столько? Он говорит, два года тебе осталось. Да как же так, а мой дед девяносто два? Ты понял, нет? Ты неправильно... Два года, если ты не упоешь, я не с крыши, машина не задавит. А врачи есть, которые это понимают, как. Ой, господи, милосердие, чудное твое дело. Чудное дело. Я хотел наклониться, а тут не наклонишься, она далеко-далеко. Нет, не надо, я не буду. Надо, чтобы голова куда-то наклонилась. Давайте, ложите голову. Когда спать днем, днем ложишься спать? Нет, не ложишься. Не ложишься. Ну, отдыхать я отдыхаю. Вот, когда-то вот так сядь, вот так. Но если вот туда дальше так вот подвинуться, тут нельзя. Это убери ее подушку-то. Убери ее совсем. Вот, смотри, я подвинусь сейчас. Вот как в машине, вот так. Голова должна так, ну, это сильно наклоненная. Надо вот такое вот, чтобы было. И голова, чтобы оперлась. И 15-20 минут. Я поработаю, похожу, поделаю, потом на меня усталость наваливается, я тогда ложусь, полежу, потом силы наберу, снова встаю. А буду заделаться. Хорошо. Ты думаешь еще прийти в общину-то? Обязательно. Ну, слава Богу, мы тебе молимся каждый день. А молитва помогает очень хорошо. Я чувствую молитву. Если бы не молитва, все так идет, Игнать Ильич, все идет гладко по вашим молитвам. Господь Бог слышит ваши молитвы и мне помогает. А ты воду как пьешь? Из крана сырую или кипятишь? Нет, я, у нас фильтр стоит. А какой? Ну, там три эти баллона, которые фильтруют воду. А зачем? Ну, как зачем? Очищается вода. От чего? От чего? От всяких ржавчины, вода очень. Я к тому говорю, что мы проехали миссионерской поездки 120 тысяч километров. Из Барнавула до Владивостока, потом прошли до Португалии, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. И нигде не очищали воду и пили только сырую. И ни один не заболел. Слава Богу. А почему? Потому что у нас с собой освещенная вода. И ни мы, трое, ни собака, никто не заболел. В этих местах были, вот такое, даже чернее, вода, прямо как глина, будто там растворенная. Там кричат, не вздумайте, там он как на той стороне у тебя буфет, вот, примерно такого света, коричневого. Не пейте, не пейте, ее там надо прощать. А мы готовим из нее, и ни один не заболел. Ну, с молитвой ей святой. С молитвой, Словом Божьим. Да. Вот я поделился опытом, так что, если коснется тебе пить, не бойся. Так, тебе говорили, что я богатый стал? У меня калина появилась, а кусты я обобрал. Спаси Христос, я уже вашу калину кушаю, мне Володя принес. Если нужно, говори еще. Нет, спасибо. Она очень, не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос, правильно. Все забыла, уже больная. Спрашивай, Таниску. Я все время говорю, спаси Христос, это просто машинально выскочило. А откуда спасибо-то выскочило? А вот, не знаю, дьявол тут сидит, подсказывает. Это враг посмеялся над тобой, чтобы меня раздорить. Там два куста у нас, а я на самом верх одолез, обобрал все общественное. Молодцы. Ну и на стол вставим, тут кому надо, чтобы брали. А я у Татьяны Дмухи была в саду, у нее в углу калина растет, и мы с ней нарвали мне калины. Понятно. И Володя принес мне калины, спаси Христос. Да. А это вот женщина, волосы распущены, кто? Это жена внука, вот этого, который целует Алексей. Жена какого внука? Моего внука. Он, который целует эту внуку? Да, 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 да. Как-то она раздетая прямо до груди. То есть, твое влияние на них? Нет, нет, никакого влияния. А как ты считаешь, нам нужно с ними встретиться или нет? Они в Санкт-Петербурге живут. А по интернету мы можем поговорить. Ты им скажи, зайдите по скайпу, наберите Игнатия Лапкина, они на меня выйдут. И мы с ними побеседуем. Где-то что-то звонит. Нет? Скайп. Ага. На молитву. А у тебя, это, ты открываешь форточки еще, да? Открываю. Ну, у вас тут отовсюду люди-то такие. А у нас-то там рядом лоб, вот свежий идет. И еще на первом этаже счастлив. Я открываю, я утром стою, я там открываю окно, как на проветривание. И у меня проветривается. Так, а ты никогда тут кошек, собак не держала дома? Когда дети были маленькие, держала. И кошки были, и собаки были, и хомячки были. Это самое. А сейчас... У тебя кто-то приходит, ночует здесь, нет? Нет, никто не ночует. Таня ночевала сегодня у меня. Так хорошо было. Ну, а за тобой сейчас не надо ухаживать, ты сама поправляешься? Сама, Игнатик Николаевич, слава богу. Я сама хожу, сама поправляю, готовлю сама. Ну, вот тут прихватила меня, я два дня сильно болела. А ты как чувствуешь? Можно тебе от болезни избавить, или ты уже махнула рукой? Игнатик Николаевич, то, что меня операцию сделали, околоприемник мне вывели на постоянное место жительства. А теперь у меня, как бы, ну, возраст. И вот, где-то голова там кружит, там еще что-то такая, немощь. А так-то, слава богу. Я вспоминаю, как ты приходишь, всегда заходишь, все вижу. Я все вспоминаю, Игнатик Николаевич. А мы только едем в занятия, то, что занятия были. Если бы у тебя был какой-то прибор, я не знаю даже, как его назвать, компьютер, ты бы все могла брать у нас. У нас очень большие ресурсы. Я знаю, ну, мне рассказывают, и Таня рассказывает. Это другое дело. Одно дело рассказать. Я вчера проповедь говорил, сегодня говорил. Ну, мне Алевтина будет записывать на флешку, и я буду слушать вашу проповедь. Она не записывала? Алевтина будет записывать, мы с ней договорились. Так и по сегодняшний день она не записывала? У нее все есть, она запишет. Ну, не знаю. А это чего у тебя тут за ширмой-то? А просто кладовочка там... Вот скажут, да всего ему дело есть. Я был дома, я знаю. А вот эти вот лодочки стеклянные, это щи твои? Ну, конечно. А казаны зачем? Пепелицы? Ну... Ну, из нее пить-то нельзя. Я-то жила в миру, все было тут. Слава Богу, что еще у меня полочка... Можно я в руки возьму? Возьмите. Вот, посмотри. Да. Тяжелая. Если этой по голове стукнут, расстанешься жизни. Салатница. А что с ней сделать? Из нее пить нельзя. Когда гости приходят, салат ложат, помидорки какие-то готовят. Ну да, красиво, тут уже не скажешь. Ну, куда его потребить-то, я не знаю. Вот она не одна. Да, она не одна. Вот еще какая чашка, гляди. Да. Конфетница. Ты сама покупала? Нет. Так это я мне показал. Вот сколько их тут. А там стаканчики разные. Это твои все? Да, все мои. Я стопочки покупала. Муж был, в гости приходили. Тяжелая. Это называется хрусталь. Да. А почему? Просто легко хряснет, пропадет и все. Хрясталь. Как один, я пищал сатаны, книга Марии Карелли. Перевод княгине Кропоткиной. И он там показывает, как-то, дескать, вот я достал, там раскопки были, там какой-то кувшин. Ну и что ты думаешь? Столетний. А? Столетний кувшин. Ну вот какой-то ты. И он расколотил, он говорит, слава богу, на 100 рублей, 100 тысяч рублей мерзости меньше будет в доме. У меня и книги-то хорошие. Ну все, вот так. Я тоже погляжу над книгами это. Что-то для тебя дозвониться, говорю, не могу. А не знаю. Телефон, я же. Ну, раздевайся. Да, где на работе, Маша? Маша, вы раздевайся? Да. Ну, у меня пульска, Дмитрий Бекович, хорошо. Ну, раздевайся. Держи. Спасибо, сестра. Здравствуйте. Добрый день. Внук приехал меня попроведывать. Ну вот, видишь как. Приятно. Да. А тебе нельзя сильно ходить, а ты поэтому так... А тебе нельзя что-то сделать так, чтобы подтянуто было? Ой, все у меня есть, Игнатий Тихович. Подтягивай. Так. А родственники нам сообщат, если что-то с тобой будет? Обязательно. Как же. Ничего со мной не будет. Что со мной будет? А ты раздевайся на всякий вариант. И ничего не будет, а разговаривать не о чем. А если будет, скажешь, я их не забыл сказать-то. Нет, они знают. Ну ладно. Нет, они знают. Надо прижить. Я наказал, как меня хоронить. В сапогах только. Да. Стоптанных. Да. Чтобы гроб был не обитый, доски не строганные. Да. И чтобы Новый Завет заламинированно положили мне на грудь. Да. А на могиле на кресте написано, берите, кто хочет, даром. И все время менять Евангелие. Чтобы я из гроба проповедовал. Мы ему вот проповедник пришли вашу. Она член наша община. Рассказываем, как я наказывал. И поехал я, когда сюда сейчас, заказал себе гроб. Заплатил деньги. И сказал, если его принесут, там без меня, чтобы он тут был. Пошел, где мама похоронена, и флажками заметил, где моя могила будет. Красными плашками. Понятно с вами. Как Серафимушка, тоже же себе на гроб заказала заранее? Серафимушка. Да, так ну да. Мне понравился ее гроб. Я сразу пошел к этому мастеру. Я говорю, мне попроще так сделай. Сколько стоит? А у нее строганые? У нее строганые, там у вас шлифованная. Мне не надо ничего. Я ему доски свои даю. Я долго их берег. И поэтому, я когда работал прорабом в Иркутской строго режимной зоне, ну и всегда до вечера сижу долго, там наряды закрывать прорабом в органы МВД. Ну и холодно бывает, нетопленное. Я себе гроб сделал, стружек-то наложил. И когда крышкой закроюсь, а палочку положил, чтобы дышать можно. Ну и утром-то уборщица пришла и начала убирать. А кологрова подметает, а я крышку-то поднимаю. Она чуть на мое место не легла. Так разве можно шутить? Так я же не знал. Бояться не надо, это пригород всей земли. Да. Главное это приготовиться, жить для Бога. Душу подготовить. Мне пришлось за слово Божие неоднократно быть в тюрьмах. И вот я засчитал, в первой стране я опубликовал архипелаг ГУЛАГ Сложеницына. Насчитанное 9 катушек по 375 метров. Ну и меня арестовывали по санкции Московского КГБ, МГБ. Ну и они думали, тут трудится несколько отделов каких-то. Нашли одного человека. Ну что не один, меня уже привозили. Но насчитывал полностью сам. Я в это время 50 томов озвучил. Ну и ясно дело, власть отреагировала. Отреагировала так. И вот Сложеницын пишет, пришел в тюрьму, тебя будут там магнитировать, будут пугать. Скажи, я пришел умереть. И сдохла собака, больше ни один не подойдет. А что меня пугает, когда я умереть пришел? И вот у меня уже был опыт. И поэтому они меня ничего никак не могли ни прессить, ни напугать. И вот я живой. А которые судили, я приехал. И прокурор, все уже умерли. Никого нет. От хорошей жизни умерли. От хорошей жизни умерли. Ну, ясно дело, что не моя. А он такой у него брови, как у Брежнева. Яков Иванович Мардинов. Ну, последнее-то слово меня решили, не дали говорить. А я ему сказал. Я говорю, ну что вы сердитесь на меня-то? Я уже до суда осужден. Вам дали задание, вы это выполнили. А теперь я реабилитирован, как жертва политической репрессии со всеми льготами. Ну, осудите вы меня. Я говорю, вот так вот показал. Шагнул два раза и на той стороне. Вы со мной ничего не сделаете. А что вы сделаете? Вам это зачем нужно-то? Инфаркт зарабатывать-то? Я возвращаюсь, а его уже живого нету. Мардон. Все. Следователь. 50, кажется, один год было. Помер. И при том, болезнь-то на рощничный, гайморит. Какая-то такая. Серьезная болезнь. Ну, помер, значит, так. А я всегда считал, что не так и важно это. Меня спрашивают, а чем вы болеете? Я говорю, вообще не болею. Ни с чем. Ну, колени не сгибаются. Это и сервис, детали. Это не болезнь. Это возрастная болезнь, когда ты болеешь изнутри. А когда на меня упала плита, раздавила, это не болезнь. Ну, еще, вот видишь, как я палец один загнула мне. Натянули когда, а палец-то там оказался. Я там сухожилия перерезывала. И все. Так это не болезнь, это повреждение. А у пенсионера только разговор. Встретишься. Ах, какая пенсия. Я говорю, пенсия бомжа. Самая маленькая. За 35 лет трудового стажа. Это власть делала так. Ну, а дальше, чем болеешь? Я говорю, не болею. Ни с чем. Как? Совсем не болеете? Совсем. Я даже не знаю, как это бы я лежал. Может быть, я и болею, я просто не замечаю. У меня температура никогда не поднимается. А люди жалуются. А температура поползла. Зачем ты градусник в руки брал? А врачи мне замеряют 36,7. До операции, после операции, никогда температура на десятую долю градуса не повышается. Это Бог так сделал. И в семье у нас, вот отец с матерью, 10 ребятишек, 10. 5 парнишек, 5 девчонок. И ни одного больного нет. Я за 82 года еще ни одной таблетки не съел. Ни одного мата не сказал. И на мордик ни разу не надел еще. Сестра знает, со мной ездит. Это по разным предприятиям. Заходим мы сейчас. Львов Николаевна Тафатеева. И там написано. Без масок не заходить. Строго предупреждаются. Мы заходим все. Я захожу, они меня видят и не видят. Они не видят меня. Господь Бог закрыл им глаза. Закрыл глаза. И потом закрыл на 100%. Когда я был в лагере, Там так, как только раздеваться, Ты раздеваешься в подштанниках. Выйти в туалет можно только через полчаса. Брюки не надевай, в туалет пойдешь. Сразу все ложись. Отбой дали сигнал. Я говорю, я не лягу. Мне вечерняя молитва надо. Тут тебя же сейчас вытащат. Там железная клетка сваренная. И до утраты кочеришести. На улице. Ну, вот это дело другое. Значит, отмучился. Ну, я встал и молюсь. А в это время проходит офицер. И три охранника его. Проходят. Мимо меня. Они меня не видят. А там насколько удивление-то было. И следующий день они не видят. Койка-то шконка называется заправлена. Я стою рядом, молюсь. И они меня не видят. Свет светит. Вот на таком расстоянии. Вот когда день победы был в Барнауле-то. А у меня же собака. Она чемпион России. Намордник я повешал на пояс. Она без намордника. Немецкая порода. Большой, огромный пес. Боуреган. Он чемпион России стал после нашей поездки. И я прошел в этот день 40 кварталов пешком. Полиция в машине так. Что-то кого-то задержит. Я прям их могу плечами разбегать в полицию. Прохожу с собакой. Они меня не видят. Вот Бог как сделал. Совершенно не видят. Я-то вспоминаю о житии Григория Чудотворца. Когда христиан арестовали, убивали. Ну, ему сказали, там уже идут. Вот Адьяк, он взял с собой там холм. Поднялись на холм. А кто-то видел, все равно. И сказали, говорят, они туда ушли. Ну, и воины-то бросились. А с холма на все стороны, видать. Посмотрели, никого нет. Вернулись, говорят, а там два дерева есть, говорят, сухие. Они встали, руки подняли и молятся. Они рядом постояли и вернулись назад. Мне говорят, да как это так? Не знаю, как. Да вот так вот. Ну, ни разу еще меня не останавливали. Я на мордик нигде не одевал. В трамвае, в автобус было нельзя. Сажусь. Доехал. Я верю в то, что мой Господь, он не попустит быть посрамленным. Вот так. Ты же знаешь, задача какая идет. Вот поэтому мы... Уничтожение народа. Мы благодарим Бога за все. Ни во что не вмешиваемся. Молимся за всех правителей мира, за священство, за пап. И у нас каждые два часа в интернете молитва. Сигнал. Я делаю что-нибудь там, считаю там или... Ну, что-то. Раз сигнал. Долго звонят. Сразу же становишься, уже видно. Вот в 10 часов, в 12, в 2, в 4, в 6, в 8, в 10, в 7 раз в день. Вы, кстати, в 10 часов ложитесь? Смотря как, но никак не позже. Бывает позже, но это когда-то... Большая почта у меня. У меня почта огромнейшая. У меня 4 канала только в Ютубе. И только на одном Ютубе у меня 22 тысячи роликов. 63 миллиона просмотров. Вот здесь вы можете зарядить Википедию, Игнатий Лапкин. Зарядите. Первое слово Википедия. Наберите. Мне ему доволось везти. Мисс Санер. Еще дальше, дальше. Проповедник, церковный писатель. Еще дальше. Мотивационный оратор и блогер. Так это только малое счастье. Я директор детского лагеря, его сам основал. И 45 лет уже с лишним. Директор. Тысячи детей подняли без помощи государству. Преподаватель, преподаватель в университетах, в 50 университетах в Барнауле вел занятия в 13 школах, во всех отделах милиции, городском и краевом УВД, во всех воинских частях Алтайского края, во всех заводах и пабриках. И три радиопрограммы вел, тогда интернета не было, а по телевидению и радио, тогда было так, радиостанция РОСА была. У меня на сон уходило два с половиной часа в сутки. Говорят, это подрывает здоровье. Неправда. Леонардо да Венич. Считаем, там перечисляют, где Архимед. Ну вот, Костник. Вы знаете, кто? Какой Костник у нас был? Ноги на рай, на там, сращивали, там где раздробили. Из Кургана. Как его фамилия-то? Не знаю. Кто знает? Потом вспомните. Он спал не больше трех часов. Он говорит, как, днем я профессор, преподаю в университете, а ночью я работаю в слесарке, он там разные натяжки это все делал. И вот так. Я точно так же днем на работе, а ночью то переплетом занимаюсь, то еще что-то. То составлял симфонии. Симфония это книга целая здесь. И биография моя, она одна такая, там все говорится. За девять лет вот эти книги мои вышли, вот я вижу стоят, это 39 томов, 38. Каждая книга 752 страницы. И еще не опубликовано 7 томов, я уже не издаю, денег нет. Четыре тома стихотворений. Каждый том 800 страниц. 800. Каждое стихотворение 36 строчек. Эпиграфы из Библии. Примера 80 положено на музыку и исполняются в интернете. При всем том, у меня нет ни гуманитарного, ни религиозного образования. Я строительный техникум кончал здесь. Мы мимо тут проезжаем. Красивое такое здание. И просто живи свободно, радостно, чтобы... Ну враг он есть, да, он клевещет. Вот мне за последние два года, с половиной, пришлось в черный список отправить 18 тысяч человек. Которые нападали, это матерят. А друзья, это не 18 тысяч. Если у меня 63 миллиона просмотров. Значит, это что-то значит. Это побольше, чем в Москве жители. Не знаю я, как объяснить это. Это Господь делает. Притом я не мастер. Но у меня обслуживает 4 программиста. Знаешь, Виктор, Алексей. Виктор и Алексей. Работают в государственных структурах Барнаула. В больших организациях. Очень известные программисты. Загуляев уже тоже, Саша, вам помогает. Загуляев, Саша, тоже помогает вам? Ну сейчас нет, но когда приезжает в деревню, не ладится. Помогает всегда. И вот это, когда общину образовывали, бланки, пищать, это все он готовил. Он добрый. У меня есть стихотворения такие, где я говорю, надо жить интересно, красиво и азартно. Азартно, то есть, нехорошее слово, но дело в том, что, чтобы горело огнем. Чтобы там в радости было. Одну работу еще не закончил, я уже занимаю второе. В деревне дороги восстанавливаю, дороги. Там дороги нету. И все это за свой счет. Не имею, ну денег, какие, 12 тысяч сейчас только со всеми накладками. А я только в землю вложил уже несколько миллионов. Вы просто щебнем засыпаете, да? Да. Щебнем засыпаете? Где-то, да, где-то, ну песком там и как, где возможность есть. Это очень дорого. 150 метров там щебень привезли, 230 тысяч. А у меня нет еще. Я молюсь, и Бог дает. Я все, когда рассказываю, как будто бы сказка какая-то. Да не может быть. Может быть. Вот эти пруды, и пять прудов восстанавливали. Нынче мы около 200 метров только плетня спели. Откуда только Бог не послал людей? Какие люди? Просто удивительно, какие новые люди. Приезжают к крещению, принимают и мусульмане, баптисты. Делаются православными. Слава Богу. Это все мы снимаем. Безобманно. Смотри, где я нахожусь. Мое здание, люди когда смотрят по интернету, то у меня большая работа, 4 видеоканала. Где сказать, а что у вас это за... Ну, там палатами разбито, как говорят, шконками. Палати. Плацкарты. И люди смотрят, и что это такое? Я говорю, это единственный дом на всю Россию. Как так? Я говорю, я каторжник. А когда выиграл процесс, 11 лет шел суд. Они должны были по государственным тогдашним расценкам, мне, когда я был реабилитирован, 11 миллиардов. Я же перевозчик с разных языков, какие там, ну, составлял целые пьесы. И все это артистов находил, которые играли, насчитывали. И все заплатить. 11 лет шел суд, я его выиграл. А судебный исполнитель, я не знал, что такая власть. Она, видишь, как КГБ сделали в стороне, тем более у меня МГБ, Московское КГБ. А ответчиком сделали городскую администрацию. А там у меня друзья, мэр города Баварин, погиб. Он входил в десятку лучших мэров России. Очень много помогал он. И они собрались, а судебный исполнитель, женщина, и она появилась, говорит, к ним и сказала, пока с Лапкиным не рассчитайтесь, ни один бюджетник ни рубля не получит. Это решение суда вынесет, вы обязаны рассчитаться. А у них нету. Они меня тогда вызвали, собрались там, глава железнодорожной администрации Петров, теперь он вице-мэр города. Ну и решили, как. Я говорю, нам нужна земля и здание. Мы будем молиться, храм сделаем. Мы православные, но вот у нас же с тарелкой не ходят по храму, ни за крещение, ни за что деньги не берутся. Десятина все покрыла. Ну и в самом деле приехал мэр города, представь, газета была написана, Лапкин предпочел храм недвижимости. Он приехал, лучших фотографов взяли, Валабуев, Логинов, Логинов Олег, и у него звание было такое, для журналиста золотое перо. Очень сильное. И вот они все это зафиксировали, Алтайская правда напечатала фотографии, мы с Баварином стоим. Он мне такую грамоту прислал на стене висит. Это Бог так делал? Никаких связей нету, ничего. Тут еще сильно помог, теперь я узнал только юридически где-то, академию или как называют, и там был ректор Тен. Тен, кореец какой-то. Еще он ко мне расположился, когда собрались, он говорит, Лапкин на руки и ноги, говорит, не вставишь, он не знает, как меня там, что делали. Давайте кончать это дело-то. Ну и кончили. Вот два здания, оформили мировое соглашение, и я являюсь их хозяином. В одном живу здание, в другом церковь. Баварин приехал уже через неделю посмотреть, увидел, что мы сделали, как много сделали. Так я же не один. У нас люди от разных специальностей. Сейчас мы вспоминаем. Николай Польгуев, какой мастер. Кто-то работал тут на фабрике какой-то. Все это разукрасили. Я сегодня проповедь говорила, называется о смехе. Так, можно смеяться или нет? И когда можно? И над чем смеяться можно? Или можно только улыбнуться? Библия все абсолютно это говорит. Вот попроси, чтобы они принесли. А как бы у тебя был интернет, все-таки лучший в интернете. Этот ролик будет стоять. Он уже находится у одного человека. Она сама снимала. Я правильно понял? К утру будет готово. Уже в интернете будет стоять. Поэтому болеешь. Ну что болеешь? Внимание не обращай. Живем один раз. Вон, видишь, снег пошел. Да прямо серьезно так дует. Не видишь? Нет, не вижу. У меня с глазками плохо. Ну, он уже то дунет, то нет. Ну вот мы тебя, Александра Михайловна, попроведовали, как болящий. Спасибо, Христос. Ты наш друг. У нас всегда были с тобой хорошие отношения. Ты всегда в наших молитвах. И каждое утро мы Александру болящую поминаем. Спаси, Христос. Мы боремся за всех правителей. Мы боремся за всех правителей. За Путина, за Джозеппа Байдена, за Рамзана Кадырова, за Эрдогена Турецкого, Лукашенко Белоруссии, Зелинский Украина. Мы каждый день поминаем их, чтобы был мир и любовь. И что, ничего. У меня благодарность на бумаге от Рамзана Кадырова, от Лукашенко, президента Белоруссии. Мы же тогда проехали в миссионерской поездке. 650 городов прошли, городов и районных центров. Сделали подарок библиотекам на 35 миллионов рублей. Не имея денег, разве это не чудо Божие? Люди приходят и находят у себя сокровища. У меня вот книги говорят, а может их выбросил, кто может выбросил. Но когда отдал, они уже не мои, они Богу принадлежат. Пускай Господь заботится о них сам. Ну что, мы пошли. Вот я спаси Христос. Мы все уже посидели. Я специально тебе говорю, развею тебя, чтобы ты с нами. Вот ты если будешь участвовать в молитве, о чем, что мы делаем-то, ты получаешь ту же награду. А я молюсь. Ну я вижу, как получается. Прям кажется, уже не выходи никак. И вдруг раз, все развернулось по-другому. Притом не объяснимо ничем. Новые люди приходят. Кое-кого вы еще, может, и не видели даже. Кто-то приходит, кто-то уходит. Нина Тажолгер, у тебя знакома? Знакома, я в курсе событий. Вот, ее шесть лет не запускали в храм. И сейчас она написала, приходила, мы отпечатали ей, патриарху местному, митрополиту, Сергию. Что делается? Они второй храм построили, а поп-то всех разгоняет. И пустые под замком стоят два храма. Ну тебе на. И она все это описала. Это на этой неделе вот прошла, которая. Не обскурсия с собой. Тоже молись о ней, чтобы Господь как-то устроил. Она на улице стоит. У нее валенки протаивают до земли. Стоит там земной на одном месте. Вот какое дело. Ты же помнишь, как у нас на занятиях в университете вот такие иконы только большие, как у тебя три. Иконы Щенотворец, Божья Матерь и Христос. Большие такие иконы. Удачные я купила прям. Мы упоминаем о молитвах ректора Ивсигнеев. Он живой? Умер. Владимир Васильевич. Видимо облучен был, когда первая компьютерная вычистительная машина была у них. Она занимала там несколько комнат. Там все гудело. А сегодня это все вот на ладошке. Наука-то не стоит на месте. Да, движется со скоростью звука. Давай коротко помолимся, и ты нас проводишь до порога. Господи, слава Тебе. Да будет благословенное имя Твое Святое. Благослови нас в этот путь. И сей дом да будет благословен. Пошли добрых соседей, чтобы заботились друг о друге. И сестеря Александровна, дай здравия, послужи для Тебя еще. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Спасибо, Христос, Игнатий Федорович. Матушка, мы всегда были с Тобой друзьями. Вот так и ходите в этих резиновых сапогах. Не ходите, ноги болят. Тут все в сапогах. Смотри, тут все в десятках заплат. Да я поняла. Каждый носок. А мне это нравится. Да, и теплее становится лишнее. А кто со мной познается, он за платами обрастет. Экономить надо. Это я сапоги ношу. Ну, молитвия. Кто мне их кинул, я даже не знаю. Николай мне сделал подковы. Вот палец толщиной. И в руке не удержишь сапог. Мне нужны сейчас подтяжки, как у женщины на щелки. Чтобы они не спадывали, сапоги. Вам дать подтяжки? Нет. Вплотную я подошел, уже об этом думаю. Я не могу их поднять ногами. Тогда я наворачиваю носки. У меня от мужа остались подтяжки. Портянки, портянки. Нет. Я пример сказал. Ой, ну такая козырная. Российский флаг. А где вы взяли, я говорю, любезная жена мне сшила это. Хорошая у вас, Надежда Васильевна. Она все ваши прихоти исполняет. Так, чтобы не мешать, я первый выйду. А вы не мешаетесь. Я рад, что вы приняли нас, чтобы мы поговорили с вами. До свидания. Спасибо, Христос. Пошли, сестра, давай мне сюда. Пошли.